Москвичи, находящиеся в лидирующей группе, уже через три минуты после первого вбрасывания смогли забросить шайбу. Она стала единственной в первом периоде. Довольно зыбкое преимущество, не подкрепленное забитыми шайбами, рассеялось уже в начале второго периода, когда автозаводцы дважды смогли поразить ворота в целом неплохо игравшего Марина. Проигрывая 1-2, Спартак приложил немало усилий, чтобы изменить ход поединка и смог это сделать лишь в заключительной 20-ти минутке. Но окончательный счет матча, ничья 4-4. Продолжение следует...